читал ты говоришь много книжек да вот по поводу там открытия своего собственного бизнеса и тренинги посещал по бизнесу по типу бизнес молодость да это казна бизнес молодости тоже был до них я тоже много где был в общем как бы одна из мыслей было что не надо тратить деньги на свою какую-то там на комфорт покупать машину просто так пока ты не зарабатывать достаточно много чтобы ты смогли буквально да ну буквально чтобы купил сам за два-три заработать месяца то есть такой оборот должен быть многие же как многие купят два-три года покупают огромный land cruiser и дальнейшем исправляются с его обслуживанием понимаешь как бы эту клубу его так не делают ну это мысль бода шефер если знаешь такой вот один немецкий идеолог по большим деньгам роберт акиосаки конечно читал андрея парабелло много много было менторов и один и часто звучала мысль что бизнес крупный бизнес особенно никогда на свои собственные деньги не создается потому что это будет очень тяжело долго муторно ну и в итоге вот это же собираешься открыться музыкальной школы ты рассчитываешь как на свои деньги или на заемные какие-то я не в партнерстве с кем-то у меня есть ученики которыми я сейчас преподаю и я попросил их всех купить абонемент у меня за полгода за то что я в любом случае отработала в школе или без школы ну хорош способом какой-то первичный капитал уже будет да да плюс ас подкопил такой небольшой ну хотя бы маленькую на треть маленькую школу уже можешь открыть а тут подсчитал точно сумму который нужно конечно бывает же очень обмачиваешь тоже нужно одно а там продут еще и всякие непредвиденные расходы налоги то ремонт какой-нибудь сэс придет с пожарными тысячи какие-то приходят позже обычно на старте к никому не нужен и я же собираюсь официально все делать ну полюбом это бизнес должен быть официальной работать в открытую ну чтоб ни в кого не бегать и так далее терпимо на грани уже да все должно быть официально конечно честно честно ну вот только такой же откуда же есть кредиты да я брал кредит естественно не на то чтобы его там прогулять профукать еще что-то сделать да в принципе под бизнес ну он так скажем не пошел что подставляли что за бизнес тоже школа только вот массажная но в принципе сейчас существует просто не надо было развернуться на большие объемы массаж терапия преподаю вот и соответственно метода все было и сайты и лендинги ну как бы с рекламы не повезло мне одна реклама не сработал яндекс директ реклама нет не сам отдал парню он такой слишком гордых был то ли получилось о чем это включалась его гордость ну типа я все сам знаю как надо делать то что я им давал свои рекомендации а я же обучался для этого всех как бы разбирался в этом моменте часто я на с директом по-другому устроен уже это было лет 7 назад и в общем не стал делать как я делаю а делал по-своему и леди и настроил тоже по-своему в итоге даже не показал на что настроил мы получалось так что уходила по не помню где-то 500 рублей на один клик на самом деле очень дорого суммарно вместе сколько выходила за рекламу да мы по сути только один месяц и далее ушло около где-то 100 тысяч да это очень многое я естественно закрыл сразу говорю не действует реклама причем не было ни одного звонка живого который бы превратился потом в клиента конечно что-то позвонил просто спросить что это такое да даже даже не было заинтересованность такой чтобы уйти действительно обучаться вот потом в яндекс директе тоже дал там небольшая сумма на 6 тысяч фейсбуке тоже дал на 6 тысяч то там было за цель была за неделю собрать хоть хотя бы два человека тоже не сработало денег сгорело просто так потом какие-то люди у меня предлагали на удаленно же все это предлагаю раскрутить группу в контакте где-то я заплатил тысяч 40 по тем временам и тоже как бы нагнали ботов вместо нормальных целевой вместо нормальной целевой истории в итоге я говорю это обман стал с ними спорить но удаленно спорить знаешь практически бесполезно не дает и сами на вас сами тут все задания отдал каждый при своем не остается ему всегда правда много-много раз накалывался с рекламой потом давал рекламу на этих ну тут я уже давал рекламу на клиентов на массаж метода были салоны два салона массажных открыл это же не выдержал с рентабельности потому что клиентов начал заманивать тоже рекламой там через мегафон на самос рекламу давал вообще не пришло ни одного там сумма потратил около пяти тысяч а там геолокация как бы то есть примерно 500 метров от моей точки до дается реклама все кто с мегафоном в этой зоне как бы живет живет и даже приезжает мимо на машине им сразу вот рекламное сообщение присылается потом тоже действовало примерно недели две ни одного звонка общиной дал рекламу на магнитиках тоже на холодильнике вешать 10 тысяч на это потратил вот прошло с тех пор пять лет и только сейчас мне было два звонка заинтересованных но тоже вроде не пришли и прикинь за пять лет два звонка то это вообще это ниже топорный проценты через всякие эти купонаторы знаешь такие есть беглеон там и прочее размещаешь нам давал рекламу да ну приходят на правило халявщики которые хотят за дешево сделать круто и качественно во первых мои сотрудники очень не заинтересованы естественно не отказывались мне сам приходил забрать эту работу которая не нужна ну в итоге там но считает а процедуру который стоит допустим 35000 они хотели пройдет взялся за 500 рублей понимаешь потом как бы они же говоря что а вы посадите на абонементы то есть потом он купится там когда они придут на 10 занятия ну как правило эти люди они не рассчитывают потом прийти в городе 1 1 1 сделать 1 2 1 все вот так что с рекламой я тысячу раз накалывался вообще ничего по моему не работает может конечно я вложил не так много не докрутил чего-то ну понимаешь была бы какая-то хотя бы композиционная такая цель типа вложил 10000 полученного клиента тогда вкладываю тоже рекламу ты что допустим 30 получаю там двух клиентов и так дальше до 120 получаю 10 клиентов какие-то прогнозы даже был как по накатной кит прогнозы нет все стремятся те которые крутые они говорят а у нас реклама стоит вот 120 тысяч меньше мы не беремся а те которые меньше берутся получается так что толковаться собственно говоря ничего не получается и в итоге взял еще один кредит приходилось перекрывать другим кредитом попал в такую кабалу так называемого не очень конечно так скажу умная затея перекрывать ноги кредитом да ну как выкарабкиваться и в итоге это нашел инвестора себе у меня один знакомый бизнесмен из клиентов предупреждал найдешь себе инвестора найдешь себе убийцу на голову и практически так и получились лучшим с инвестором месяц мы всего лишь проработали и он сразу видишь что что-то там не то происходит отказался а деньги-то вложенные надо отдавать я попал очередной раз на бабки еще и с банками и начался у меня кризис среднего возраста как я говорил я же готовился я же ходил на тренинги умные слышал читал умные книги слушал всякие советы и от ютуберов я те кто реклама занимается и вот на бизнес молодость ходила и там очень много людей которые там поднимались но как поднимать это их кейсы они скорее всего наигранное там у кого-то из сотни получится да они вперед выставляют да все остальное как ну конечно отрицательно наверно отзывы скрываются и в общем итоге получается что начался на кризис среднего возраста так скажу когда ну женщина она реализуется обычно в детях в семье то есть биологически да мужчина реализуется в своих делах то есть это его результативность его детища до получать стараешь я шел 10 лет ступенька ступенька выше 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 чувствовал что я вот это знаю это получилось следующий шаг следующий шаг и туда рубасу в одночасье все рушится я знаешь как на скольной горы оборачиваешься на свой пройденный путь да и видишь там бурелом сплошной и нету просвета никакого то есть получается что я дурак что ли 10 лет чем занимался тогда получается знаешь такое опустошение началось что чуть ли до суициды не дошло она меня же стали в итоге еще наезжать все возможные там эти коллекторы на прозвон поставили сначала даже по ночам звонили потом как бы вышли новый закон запретили запрещены угрожать стали так звонить более мягко еще это прикольно мы же понимаешь это звонильщики просто звонят но они представляются так я супер оперативный следователь там космических поездом майор там какой-то разведки по выигрыванию долгов какой-то такую должность вообще там сумасшедшую да и он сам сезоне дал будет ли он сам звонить и назвали вот и обещают и угрожают что семья моя потом не расплатится всю жизнь детей жена и мать с отцом и так далее вот потом эти инвесторы тоже из таких бандитов 90-х годов стал тоже меня запугивать он хитро запугивал предполагал что я могу записать аудио или видео поэтому намеками говорил а вот а вот и человека мы закопали в лесу того с кем-то так расправились идти по телефону показать фотографии хотел даже подселись ко мне в квартиру этого специального бомжа с адвокатским образованием контролировал мои расходы доходы чтобы я отделял нужную сумму девушку вернуть этому инвестору ты прикинь до сюда доходила мы в итоге у меня развились фобии я стал бояться всего поезда но я же в то время по ночам ходил домой возвращался все мои дорожки были известны там у меня кто любого кто угодно идти в каждого куста боялся ну практически да а тем более у меня же было нападение между нападитель нас заказное нападение подъезда при моего дома и никого не нашли зубы выбили никого не нашли но это там другая история была вот в итоге я стал бояться высоких этажей а я всегда даже на высоком этаже живу а тут до края балкона не мог вот полметра подойти всяких электричек боялся мало ли может скинуть там даже турникеты в метро вот этих которые такие щелка боялся прикинь машина тонированная подъезжает к остановке автобусные да я так прячусь за остановку и думаю блин что стоят выслеживают да они долго стоят так минут пять-десять и думаю блин за мной наверняка приехали сейчас в лес отвезут ноги в тазик цементом залет и с моста в ришку в москву реку сбросит ну короче представляешь фобия просыпался ночью весь в поту холодном у меня подушка наволочка там одеяло все просто выжимать можно было представляешь такой вот стресс и спал по три-четыре часа не мог больше спать просто не и в итоге получается ну как я вышел за эту кризис интересно конечно сушь пройдешь пошла но так это же продолжение истории ну мои остальные люди но я сейчас на спрашивал ку как что делать попадать хитрецы типа там давайте заплатим потом ты должен будешь чеченство всякие тоже года мы с ним сейчас разберемся давай там телефон ну тоже за какую-то сумму вот узнаю этого нового русского я просто знаю что он общается со всеми с бандитами с висбэшниками с ментами часто скрывался но всегда решал вопросы куча знакомых так что вопрос так не наведешь еще и в итоге у меня попались люди так называемых хрестонутые ну я ничего не имею против христианства я сам христианин просто это прямо вот мои друзья знакомые оказались такие прям уж кортодоксально очень совсем уж таки в крайность да и они вместо уж меня будешь знаешь что стали говорить на тебе все черная метка лежит ты пошел по наклонной тебя там короче демона за того дьявол горец они тебе заманят все это уже не выйдешь оттуда единственный способ это было причаститься я попробовал пойти причаститься а там же это надо подготовиться к печати просто не подготовишь к тому же время я уже подсил на алкоголь как бы снимал стресс пытался да нет ничего помогает уже давно временно вера но временно конечно да но у нас на сегодняшний день как на текущий день этого хватало здесь надо знать меру сессу наста дозу разумественно все делать не так с бухты барахты в заповедь не про это естественный разговор а просто для отпускания нервной системы чтобы спать спокойно в итоге стал спать по нормально 8 9 часов и это и подготовиться к счастью не смог кроме этого дали мне книжечку такую про грехи ты с христианством знаком да конечно вот оказалось я эту книжку тоже не смог даже почитать больше двух страниц там где страниц 50 такая брошюрка блинку только начали читать там грехом все что ты подумал куда пошел что сделал там грех вот вообще все что человек делает я же на самом деле другого мнения я считаю себя богоподобным сын богу бог мой отец соответственно если у меня таким создал то почему то есть созданный сразу такой грязно греховный когда злокачественное качество против моего нутра и против моего сознания разговора с богом так как бы я пошел с батюшкой тогда поговорим все спереди под лоб и в итоге по полтора часа скажем больших разговаривал я думал надеялся что на какой-то выход скажу что сказали что они сказали это афоризмы из евангелия так все мы знаем единственная музыка не было ну ты не лук тут же и правильно а там тебе воздастся зачем там где надо здесь и сейчас до нуждалась на какие-то понимать сроки два месяца там полгода сколько там две недели через сколько может решиться проблемы в итоге от них ничего не получил достал думать тоже делать значит придумал придумал такой способ который удары сейчас вот преподаю там можно все что угодно изменить в этом мире и начинается естественно себя своих собственных привычек сможем плохие привычки заменить на хорошие качественные привычки и прежде всего легче всего исправить именно себя чем кого-то другого ну конечно не то чтобы легче правильно меня менять кого-то дело невлагодарны просто день кого-то вот это точно вот и тогда я начал работать с собой аутогенная трансцендентальная тренировка медитативная тренировка я когда-то ей пользовался и ты будешь удивлен я свое время был заикой 26 лет и заикался представляешь ему даже сдавать экзамен на институте и сам до в то время еще работал за компьютером у меня садилось зрение потому что мы работали по 12 по 20 часов даже 20 часами когда сдавали проект 18 20 часов сидели за компьютером и выходил и шел через город как через соленый океан ставишься мутно такой рук перед глазами ну я не измерял зрение но на несколько единиц точно его посадил и в итоге я думаю а когда-то лет 14 обучился этой методике ну по сути это медитация за самым гипнозом вот это можно и применю это мне было прошли там уже я ездил на работу на автобусе от прессе 45 минут туда и 48 минут обратно вечером и думать что просто так ездить позанимаемся и вот 40 дней подряд и занимался избавляясь от заикания а потом думать что такое заикание давай-ка я еще зрение установлю потом думать что еще зрение только еще с прочтением учусь да это еще похудею и таки всего дойдет хоть он весь килограмм избавился от заикания до 40 дней восстановил зрение до 100 процентов это гарантированный срок нет нет это пример примерно даже за между лицами наносил на срок это 21 день чтобы иметь привычку сознание перестраивается ну плюс запасами взял до 30 дней это точно а я даже дальше просто не помню можете еще по инерции как бы продолжал на что зафиксировать результат минимум надо от 21 дня до 30 дней проводить такую тренировку с собой чтобы иметь одну привычку на другую в итоге опять в одном сделав похудел на весь килограмм обосновил зрение с крыши не обучился избавился от заикания и у меня была тогда кожа болезнь такая почесуха называлась когда я сам себя расчесывал был кровью пока кровь не пойдет не успокоишься и вот от этой чесотки тоже боролся 5 в одном это вообще мощная техника круто да и кому не рассказывают сразу с уважением и прифигевшие немножко вот получается прошло с тех пор лет 15 я опять попал в кризис среднего возраста и как из него вышел я все продумал там целая система я это делал его не джакузи полностью погрузившись в воду определенной температуры 38 градусов в позе зародыша то есть это как бы у трубы матери как бы формируется дает какая температура в животе примерно вот провожу медитацию потом эту молитву дальше аутогена трансцендентально вот эта тренировка сама гипноз начинал с лечения собственных органов внутренних да потом перехожу уже к молитве такой чем молитва тоже специальной форме я выбрал себе ангелов никто не знает точно сколько у нас один кто-то говорит что у заметок людей таких как пугачёва у нее например 12 ангелов у кого-то 9 армия в общем как бы истинный не добьешься до людей поэтому просто представил что их у меня много сколько-то по главе фангу михаилов и если их как бы нету то я их создала грегор кто себя подготавливался к этому два-три месяца наш раздавал и грегор этих ангелов потом а я даже у батюшки спросил ну вот я молюсь там джакузи в темноте с полу закрытыми глазами опускают воду так что на такой нос и рот торчит батюшка только подумал подумал ну знаешь мы люди служили мы по канонам но тебе видимо можно и так и ты представляешь у меня в итоге после подготовки получилось так что у меня 7 зафиксированных случаев когда мне санга помогли реальном жизни вот прямо материализация желаний один раз короче тоже ночью напали избили и украли мобильный мобильный по тем же ли нам был смартфонов таких крутых я за него потрачу целый год в кредит отдавал ну в то время как раз мы переходили с кнопочек телефона да на смартфоны и в то время недорого стоили для меня это был такой напоем на сумму сейчас просто выдыхай еще еще я целую неделю меж клиента звонят на телефон нужен я целую неделю ходил без смартфона потом добрал у жены и телефон не важнее потом думаю блин а чужие у англов с ним прошу попросил англов говорю вселенная она же изобильная у него же все есть дать не знаю каким способом на ваш ход когда такой же телефон как у меня примерно по функции чтобы совпадал каким способом это сделать это вы сами решаете еще думаешь проходит пять дней и я еду ночью по улице лежит на скамейке мой телефон ну будучи я конечно понимаю что у бога нет кроме человеческих кто-то его там оставил потерял забыл руки вам не знаю какая причина была да ну там таким способом меня доставить его вот смотри на то что дешевле но по функциям примерно похож если он до сих пор не работает потом меня как бы конец месяц надо закрывать аренду а у меня там еще чертки с этим с начальником с хозяином как бы да и надо совершенно деньги добраться у меня не совсем хватает сумма я посчитал что осталось 7 7 и я не успею эту сумму заработать тогда я говорю ну ангелы вселенная же изобильная я не знаю каким способом предоставьте мне сумму такую чтобы мне хватило для закрытия месяца все жить представляешь проходит в пять дней и мне на счет падает 75 тысяч рублей на карту откуда я не знаю я еще не могу найти откуда деньги пришли прикинь оказывается проходит месяц мне хоть попали на эту сумму но проходит месяц и называют человек который был у меня клиентом всего лишь один раз в жизни стараешь говорит слушай дужу я там на вот этот блок поворачивайся я в Таиланде сейчас мне там сын должен быть перечислить деньги он случайно перечислить себе на женское имя то что он перепутал отца с какой-то женщиной переправил деньги не туда получается я комфортно и платежами ему вернул эти деньги но согласись это ошибка его мне собирал в том месяце двое вверх нужную роль на спину потом не хватало до конца месяца буквально чтобы закрыть аренду десять тысяч я говорю вселенной ты же забильная да можешь решить этот вопрос и не знаю каким способом ангелы но добудьте мне десять тысяч проходит пять дней именно карточку бац падает десять тысяч ровно я опять еще отказалось вы совпадение на самом деле откуда чего нет как-то вселенная же играет эти игры там судьбоносные да я не знаю каким способом но все получается в итоге оказывается какая-то фирма должна была деньги должна была деньги не как юридическому лицу как не теперь не как физическому как юридическому говорится нашел бухгалтера переправьте нам деньги обратно но мы пришли правильным способом согласись месяц прошло это обнаружили но в тот момент ошибку бухгалтер сыграла полезную роль для меня не было угроз и звуне и он перестал меня домогаться в итоге мы с ним спорт друзья всем себе другую анекдотики я уже крупный долг уже шесть лет выплачивают как боже мой пальцом но прикинь как он смягчился тоже благодаря ангелам потом у меня потолк был в квартире я чувствую меня ночью кто-то будет и в общем за одну ночь два шланга ванна с горячей водой в туалете на кухне с холодной водой просто разорвались и затопило квартиру на два сантиметра прикинь был дачный сезон дома никого нету я там лежу не могу выспаться прикинь если уехала на дачу чтобы не спасаться за квартиру ниже они меня разбудили подняли я предотвратил за один раз два вот этих случая несчастных так ребятки вы подписывайтесь с вами был олег лабудин у меня еще много интересных историй пока пока ну как нам понравилось